ВОЙНЕ В УКРАИНЕ Об этом обязательно расскажем. Я фанат этого сапера украинского. Как все собачники, наверное. Ну, начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска за минувшие сутки нанесли пять ракетных ударов по Харькову, при этом повредили объект критической инфраструктуры, как сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов, и некоторые производственные помещения. Два человека погибли, и четверо получили ранения в результате обстрелов Бахмута и Торецка. Снаряды попали в частные дома, магазины, автозаправку, многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения. Из-под завалов жилого многоэтажного дома в Славянске, разрушенного накануне, извлекли тела троих погибших. Ну, а сегодняшняя ночь в Славянске прошла все-таки спокойно. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявляет о хороших новостях из Харьковской области, где, по его словам, украинским силам удалось отбить у российских войск несколько населенных пунктов. Зеленский также заявил, что украинская артиллерия нанесла успешные удары по российским силам на юге Украины. Ну и эти данные подтверждает Министерство обороны Великобритании, сообщает о том, что украинским военным, вероятно, удалось разрушить военный понтонный мост в селе Дарьевка в Херсонской области, а этот мост российские военные использовали после повреждения соседнего моста. При этом британские военные чиновники отмечают, что, нанося удары по переправам, украинские военные ослабляют возможности России по развертыванию войск и их дооснащению. Ну и надо отметить, что происходит это, конечно, в том числе благодаря оружию, которое продолжает Запад поставлять Украине. Сегодня стало известно, что Пентагон секретно направил Украине высокоточные артиллерийские снаряды «Эскалибур» с GPS-наведением. Об этом сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на бюджетную документацию США. Агентство указывает, что в плане пополнения американских запасов «Эскалибуров», описанных в документах, впервые признается, что Пентагон действительно поставлял эти снаряды украинским военным. Ранее официальные лица уклонялись от вопросов по поводу «Эскалибуров», несмотря на то, что поставки планировались. И снаряды, как сообщает «Блумберг», уже активно используются в Украине. Тем временем в США сообщают, что Украина поразила более 400 российских целей посредством реактивных систем «Хаймарс», поставленных Соединенными Штатами. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе «Рамштайн» в Германии. «Мы видим реальные и измеримые преимущества Украины в использовании этих систем», – заявил он. «Это имело разрушительный эффект», – сказал он после встречи контактной группы по поддержке Украины. Здесь что важно, что обе стороны явно сталкиваются с недостатком боеприпасов, но Украина получает от США и союзников по НАТО большое количество высокоточных боеприпасов, о которых много всегда говорят. То есть, это означает, что для поражения одной цели, условно говоря, артиллерийской позиции, украинцам надо выпустить 1-2 снаряда, а российским военным для поражения украинской позиции нужно выпустить 10-15 снарядов в лучшем случае, потому что разброс там слишком высокий. И «Эскалибур», естественно, ни в коем случае не геймченджер, боеприпас не способен изменить ситуацию вот так вот кардинально, но он способен обеспечивать преимущество на каких-то определенных участках поля боя и, соответственно, давать украинским военным преимущество. Я слежу, естественно, за тем, что говорит российский официоз о боях, и последние дни, когда вот развивается украинское наступление, которое идет уже по двум направлениям, это очень важный момент, то есть Украине хватает сил на наступление на двух направлениях. Это говорит о том, что у страны есть необходимые резервы, я надеюсь, что это не блеф. И российский официоз спедалировал тему потерь, высоких потерь украинских войск, там давались очень серьезные цифры, там тысячи и тысячи солдат, сотни единиц бронетехники и все-все-все. Но на сегодняшний момент результаты этого, даже при наличии украинских потерь, мы видим, что действительно вот это объективные данные видеоконтроля, которые можно уже найти в интернете, показывают, что украинцы действительно, судя по всему, смогли прорвать российскую оборону на нескольких участках фронта, и наступление пока развивается достаточно успешно, причем и на юге, и на севере страны. И очень важный момент, здесь о нем невозможно не сказать, Россия продолжает вести войну городов, то есть она обстреливает украинские города, где живут люди. Да, о чем мы ежедневно рассказываем, и каждый день говорим о том, что снаряды попадают именно в мирные гражданские объекты. То есть вместо того, чтобы направить вот эти снаряды для того, чтобы защищать собственных солдат, она использует эти боеприпасы, эти ракеты и снаряды дальнобойные для охоты на мирных украинцев. Это, мягко говоря, негуманно, хотя эта война сама по себе изначально негуманна. И сегодня госсекретарь США Энтони Блинкин внезапно приехал в Киев, провел там ряд встреч, включая президента Зеленского, объявил о новых пакетах военной помощи. Украинские медиа уже опубликовали некоторые списки, американские это подтвердили. То есть это боеприпасы для Хаймерса, о которых говорила. К Сине некоторое количество бронемашин, некоторое количество гаубиц. Хамви, это вот те самые внедорожники-хаммеры, на которых можно поставить пулемет, гранатомет, а можно просто перевозить солдат, они есть в огромном количестве модификаций. Патроны, противотанковые системы и так далее и тому подобное. Значит, что здесь интересно, что во время пребывания Блинкина в Киеве было сказано, что за время этого конфликта, то есть чуть более чем за полгода США предоставили Украине помощи на 15,2 миллиарда долларов. 15 миллиардов 200 миллионов. А вот этот новый пакет, это 675 миллионов долларов, я просто уточню. 675 миллионов. Много это или мало. В 2020 году США предоставили Израилю, своему главному стратегическому союзнику и партнеру на Ближнем Востоке, полной военной помощи на сумму 3,8 миллиарда долларов. За весь 2020 год 3,8 миллиарда долларов. А вообще планируется, что за десятилетия, с 2017 по 2028 год, Израиль получит 38 миллиардов. То есть за полгода Украина получила половину того, что Израиль должен получить за десятилетия. У Израиля проблемы с безопасностью, как вы знаете, тоже имеется. Иран и Сирия под боком. Еще очень важный момент из визита Блинкина. То есть объявлено, что часть средств, которые Конгресс выделил на поддержку Украины и союзников США, будет распределена между государствами Восточной Европы. Прежде всего между государствами, которые являются соседями России. В частности, это Чехия, страны Балтии, Греция. И плюс пакеты помощи получатся другие государства, в частности Польша, которая, надо сказать, вот после этого вторжения, она кардинально пересмотрела свой военный бюджет. И сейчас Польша закупает огромное количество оружия. Да, и мы как раз накануне об этом рассказывали, что оборонный бюджет будет увеличиваться, потому что в Польше считают, что есть вероятность войны в ближайшие несколько лет. И тут еще сегодня свежее заявление, как раз почему Польша может чувствовать себя в опасности. Сегодня выступал директор ЦРУ Уильям Бернс, который, кстати, бывший карьерный дипломат и бывший посол США в Москве. И он сказал, что президент России Владимир Путин демонстрирует растущее чувство собственной судьбоносности и аппетит для риска. В государстве, где президент обладает колоссальной властью, практически не имеет никаких механизмов сдерживания, аппетит к риску – это очень опасный диагноз. Ну, растущее чувство собственной судьбоносности – это очень хорошее выражение. Мне кажется, правда, мягковато как-то для Путина. Но интеллигентно высказываются американские чиновники. Я продолжу рассказывать о Польше. Ты уже несколько слов о ней сказал. Но я просто уточню, что Блинкен в Киеве посетил также детскую больницу, где познакомился со знаменитым псом-патроном, который помогает саперам находить взрывные устройства, оставленные российскими военными на территории Украины. Это легендарный пес. У него уже несколько премий. В том числе, по-моему, на Каннском фестивале ему заочно вручили премии. У него есть своя страница в ТикТоке. И вообще у него масса фанатов по всему миру. Люди стали заводить таких же собак, такой же породы. У меня есть майка с псом-патроном. Но, к сожалению, потискать его как Блинкену мне пока не удалось. Я надеюсь, что когда-нибудь это случится. Но теперь о Польше и о Европе. Польша вслед за странами Балтии объявила о решении запретить въезд на свою территорию российским гражданам с туристическими шенгенскими визами. Об этом заявило правительство Польши, отметив, что это еще один шаг для наказания России за развязывание войны в Украине. Я напомню, что премьеры Эстонии, Латвии, Литвы и теперь Польши обнародовали совместное заявление по поводу решения ограничить въезд гражданам России. И в продолжении темы того, что происходит в самой Польше, мы какое-то время назад, по-моему, это было после того, как стало известно, что происходило в Буче и других пригородах Киева, говорили о том, с какими сложностями в Польше сталкиваются украинские женщины, изнасилованные российскими военными, поскольку в Польше с ее законодательством, как вы знаете, практически невозможно сделать аборт. И вот сегодня вышел очень важный материал издания ВАЙС. Перевод вы можете найти на сайте издания Медиазона. Это материал о том, с чем сталкиваются в Польше украинские беженки, пережившие изнасилование. Польские активисты говорят, что чем дольше идет война, тем больше будет приезжать женщин на позднем сроке беременности. Значит, вырастет спрос на хирургические аборты. Но доказать изнасилование – это очень трудная задача для любой женщины в Польше, особенно для беженок, которые столкнулись с насилием в другой стране. В результате эти женщины будут вынуждены ехать дальше или искать в Польше врачей, согласных провести операцию нелегально. Есть интервью с врачами в этой статье. Они говорят, что мы себя чувствуем ужасно, у нас связаны руки, потому что мы хотим помочь этим женщинам, которые к нам приходят, а сделать мы ничего не можем. И вот, как говорит одна из врачей, против женщин здесь идет тайная война. В них не стреляют, но не дают распоряжаться собственным телом. Так что эти украинки, спасшиеся из ада, оказались в очень сложной ситуации. Польша для женщин совсем не рай. Но и вы знаете, что в Польше больше всего беженцев из Украины с этим и связано, что эта проблема стоит так остро, потому что просто там очень много украинок оказалось, и люди продолжают туда выезжать, и, к сожалению, продолжают открываться все новые и новые преступления, совершенные российскими военными. Так что это сейчас большая проблема, о которой говорят активисты, которые пытаются этим женщинам помогать. Я боюсь, что у них ничего не получится, потому что пересмотреть законы вот это консервативное большинство не даст. И мне просто жалко, о чем не говорить, у нас тут в Соединенных Штатах примерно движение в том же самом направлении разворачивается. Совет Безопасности ООН проводит слушание, посвященное нарушениям прав человека в зоне российско-украинского конфликта. Прежде всего, естественно, речь идет об украинских гражданах, которые сталкиваются с нарушениями своих прав. В том числе примерно 2,5 миллиона украинцев, включая 38 тысяч детей, были незаконно и насильственно депортированы с территории Украины в рамках фильтрации, которую проводят российские силовики и государственные органы. Об этом заявил офис Верховного комиссара по правам человека, который исследовал это и нашел все убедительные доказательства того, что это действительно делается. Описываются страшные методы фильтрации, которые там используются. Обыски иногда людей, включая женщин, девушек, детей, заставляли полностью догола раздеваться. Очень серьезные допросы, которые... Понимаете, да? То есть, когда человек, который не сделал ничего плохого, он беженец, он мирный житель, попадает в распоряжение силовиков, он не совершил никаких преступлений, и его начинают допрашивать. Причем люди, которые его допрашивают, интересуются малейшими деталями его прошлой жизни. То есть, вот таким вот образом российские спецслужбы пытаются выявить украинских шпионов, патриотов, антироссийски настроенных людей и так далее. Но, естественно, под раздачу попадают все. Вообще указано, что имеются достоверные доказательства того, что украинских детей насильственно возят в Россию, и что Россия создала упрощенную процедуру для того, чтобы этих людей переводить в российское гражданство. То есть, мы как-то говорили с Ксенией о том, что Россия в том числе ведет войны за население, и нужны люди, потому что население России все эти годы традиционно сокращается, и ничего с этим не сделать. Посол России Василий Небензи, который сказал, что вот украинцев таким образом защищают, им предоставляют всяческую медицинскую и финансовую помощь, но доказательства, представленные на этих слушаниях, слишком суровые. По оценкам ООН, в результате российского вторжения погибло 5718 гражданских лиц в Украине. Это данные заниженные, потому что это достоверно установленные, проверенные и так далее. То есть, реальное количество жертв намного выше. Из них 372 ребенка, и более 8 тысяч получили ранения, контузии, травмы. Да, эти цифры постоянно обновляются, публикуются почти каждую неделю, и каждый раз, конечно, ужасают тем, сколько детей гибнет в результате этой войны, сколько разрушается образовательных учреждений, медицинских учреждений, и дня не проходят, чтобы не приходили какие-то такие новости. Мне вообще страшно, вот я все время об этом думал. Вот представляете, вот идут эти боевые действия на востоке Украины. Они идут в городах, где, естественно, разрушаются жилые дома, детские садики, школы, водопроводная система, система канализационная, разрушаются заводы, предприятия, офисы, банальные офисы. И вот через какое-то время эти города и селы будут освобождены. Туда вернутся люди, которые у них когда-то жили, и они обнаружат, что их жить негде, работать негде. Для того, чтобы восстановить вот все разрушенное российскими оккупантами, потребуется много лет, а может быть и десятилетия. Это колоссальное средство. Кто будет жить на границе с Россией, которая может повторить вторжение через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, когда очередному президенту придет в голову восстановить попранные права российского государства. Я могу предсказать, и вот поправьте меня, что украинское население будет переезжать в западную часть страны, поближе к Польше, поближе к западной границе, где есть шанс избежать вот этого риска. Вот по поводу того, кто где будет жить. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, россияне угрожают национализировать жилье жителей оккупированных территорий, в том случае, если владельцы не вернутся до 1 октября. Цитата. На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в ходе подготовки к так называемым референдумам оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают национализировать. Конец цитаты. Ну, мы об этом рассказываем постоянно, как десанты всякие приезжают на оккупированные территории, учителей, чиновников, и многим из них обещают новые квартиры. А что это за новые квартиры? Ну, наверняка из этих квартир какие-то, это те самые, которые принадлежали раньше гражданам Украины, вот тем самым, которые выехали. А их собираются теперь национализировать и передать, по всей видимости, новым хозяевам. В вчерашнем подкасте мы говорили о вот угрозе Владимира Путина вообще прекратить поставки нефти и газа в Европу. Надо сказать, что очень такой заметный показатель того, что это часть спланированной кампании, потому что тут же в интернете появляются мемы, которые рассказывают, как Европа скоро замерзнет. Мне вот сегодня попалась картинка, там, туры в Россию помыться в ванной. То есть я специально полез проверить. То есть у 10% россиян нету в домах не то, что горячей воды, у них нет водопровода и канализации, да? То есть вот 10% россиян продолжают жить без водопровода и канализации, как жили их предки в 19-18 веке. Но Россия издевается над европейцами, у которых проблема водопровода и канализации решена, и вот теперь угрожает их оставить без энергии. Так вот, сегодня президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Польши, Великобритании, а также с генсеком НАТО. В официальном сообщении говорится, что лидеры также обсудили использование России энергии в качестве оружия и дальнейшее сотрудничество в деле обеспечения Европы доступной энергией. То есть я не знаю, что это будет. Белый дом, Гузи Патайна, говорят, что они там внимательно следят за подобными заявлениями, особенно за прекращением поставок через российские трубопроводы. Вероятно, в ближайшие дни можно ожидать каких-то новостей на этом поле. Ну, теперь о том, что происходит в самой России. Пара слов о санкциях и о тех компаниях, которые выходят с российского рынка, а потом наша постоянная рубрика «Кого, где и за что». Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе с российского рынка. Вот что говорится в официальном заявлении. Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем здесь работать, объяснили представители Sony Music Group. Компания сообщила, что передает российское подразделение вместе с сотрудниками местному руководству. Российская компания станет полностью независимой и будет работать только с местными артистами. Интересно, переименуют ее или нет. Потому что, как известно, когда по такой схеме все происходит, то потом какое-нибудь отечественное название придумывают, как с «Макдональдсом». Но теперь наша рубрика «Кого, где и за что». Утром 8 сентября к журналистам сразу в нескольких регионах России пришли с обысками. По сообщениям источников в правоохранительных органах и провластных телеграм-каналов, следственные действия, связанные с уголовным делом о фейках про армию против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Но больше никаких деталей нет. Обо всем этом сообщает издание «Медиазона» и напоминает, что Пономарев вступил после начала российского вторжения в территориальную оборону, а в августе московский суд его заочно арестовал. Тем временем в российских регионах продолжаются дискуссии по поводу переименования улиц. Жители улицы Парижской коммуны во Владимире, не согласные с переименованием ее в честь погибшего в Украине генерала Романа Кутузова, подали коллективный иск во Владимирский областной суд. Заявление подписали 49 человек. Они указали на то, что решение о переименовании было принято с нарушением процедуры и вообще противоречит уставу города. Во-первых, не учли мнение жителей. Во-вторых, топонимическая комиссия нарушила положение о наименовании улиц, запрещающие использовать определенные конструкции. Я напомню, что улицу Парижской коммуны переименовали в конце июля единогласным решением городского совета Владимира. И вот теперь местные жители как-то пытаются это решение оспорить. Говорят, что не нравится им это переименование и вообще это связано со всякими неудобствами. А в Москве, как вы знаете, в июне площадь у посольства США назвали в честь самопровозглашенной ДНР. Причем бюджетников заставляли голосовать за этот вариант на сайте «Активный гражданин». После этого были разговоры о том, что ЛНР может обидеться на то, что ее имя никак не увековечено в московской топонимике. И вот позже территорию посольства Великобритании назвали в честь самопровозглашенной ЛНР. Можно побиться об заклад, когда эти топонимические новинки исчезнут с карты Москвы. Как москвичи представляют? Едем на площадь ДНР. Как это можно вообще просто выговорить? Неудобно просто использовать это название, во-первых. Во-вторых, явно были заявления о том, что ДНР скоро присоединятся к России каким-то образом, или Россия включит в свой состав, или какие-нибудь очередные референдумы будут приведены, но очень как-то придумают. То есть, как это вымершее образование, которое просуществовало несколько лет, и которое ничего не дало жителям, кроме разрухи, беспредела и безнадежности, вот как вот это можно делать? Можно назвать Северкорейской улицей, например. Ну, а в заключении новость, которая не имеет непосредственного отношения к Украине. Называется наш подкаст «Украина – самое важное» все-таки, но, тем не менее, обязательно надо об этом сказать. Во время записи нашего подкаста стало известно о том, что ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. В последние несколько часов пристально следили все мировые СМИ за ее состоянием, и вот все-таки стало известно о том, что королева не стала. Но что я могу тут сказать именно в связи с Украиной, что королевская семья и вообще члены британской королевской семьи поддерживали Украину, выражали эту поддержку. Пусть не прямо, они не делали политических заявлений, потому что члены британской королевской семьи никогда не делают политических заявлений, но это не значит, что они не могут поддерживать те или иные события и каким-то образом высказывать свою точку зрения и оказывать знаки поддержки, знаки какого-то внимания. И вот, например, на встрече с канадским министром Джастином Трюдо королева своими действиями показала, что поддерживает Украину во время встречи на ее столе стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов. Вот такие небольшие жесты, символические, которые, тем не менее, сейчас очень заметны, потому что сейчас символы играют огромную роль. Вот такие символы окружали королевскую семью и, в общем, были понятны их высказывания даже без слов. Очень жаль, да? Вот действительно, как-то ее уже начали называть символом стабильности. Очень была достойная женщина, которая оказалась на высоте своего положения. Она действовала умнее, мудрее, порядочнее, ну, наверное, подавляющего большинства политиков, которые правили этим миром за столь долгие десятилетия. Вечная память. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи. До свидания.